Смоделируем дорожно-транспортное происшествие. В этом нам помогут обычные игрушечные фигурки. Итак, нерегулируемый пешеходный переход. Пешеходы переходят проезжую часть. Автомобиль номер один останавливается перед стоп-линией, чтобы пропустить людей. А вот водитель второго автомобиля слишком спешит, объезжает первый, не замечает людей и совершает наезд. Случаи ДТП происходят каждый день. Самая главная причина – это невнимательность и неоправданная спешка. В реальной жизни дорога – это не место для игр. На этих кадрах нерегулируемый пешеходный переход на Николаевском проспекте. Здесь в конце июля мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, находившуюся на девятом месяце беременности. Вместе со своим пятилетним ребенком она переходила проезжую часть. Женщина и малыш остались в живых, а вот будущего ребенка врачам спасти не удалось. Как выяснилось позже, мотоцикл был не зарегистрирован, а за рулем находился 15-летний подросток. Правонарушитель планировал объехать машину, которая остановилась перед зеброй, а вот переходящих дорогу людей не заметил. На кадрах видеорегистратора, которые прислали в редакцию «Самары ГИС-очевидцы», хорошо заметен момент ДТП и скорость мотоцикла. Ежегодно в Самарской области случаются тысячи ДТП. Часть из них по вине несовершеннолетних. Только за текущий год количество таких случаев перевалило за 20. Причем с каждым годом такая неприятная статистика только растет. Эксперты связывают это с легкомыслием подростков, которые не понимают до конца, чем может обернуться их шалость на дороге. В результате этих происшествий пострадали 36 детей. Двое из них погибли. И это только детская статистика. На пути малолетних гонщиков оказывается и взрослое население. Наказания за преступление разнятся, уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но есть ряд исключений. Если нарушение закона повлекло за собой умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда, либо подросток неправомерно завладел автомобилем, уголовная ответственность может наступить и с 14 лет. Наказание определяет суд. В некоторых случаях, если нет тяжких последствий, дело ограничивается беседой с родителями и штрафами. А позже и постановкой подростка на учет. Если ребенок у нас является виновником дорожно-транспортного происшествия, то прежде всего мы информацию направляем в образовательную организацию, направляем информацию по делам несовершеннолетних и также направляем информацию в департамент образования для принятия мер по подведомственности. Также мы инициируем проведение комиссии по делам несовершеннолетних, на которую вызываются не только дети, но и родители. И к ним принимаются соответствующие меры. В Самаре на учете стоят больше 700 подростков. Большая часть из них попалась на распитие спиртных напитков и кражах. Если подросток встал на учет, то его ждет постоянный контроль со стороны правоохранительных органов. Каждый месяц с ребенком и его родителями проводят профилактические беседы, а также изучают ближайший круг общения. Главная цель, которую преследуют правоохранители – предупредить дальнейшие преступления. С уже более тяжкими последствиями. Если в течение полугода подросток не совершает ничего противозаконного, и его поведение хорошо характеризуют в школе и дома, то с учета его снимают. Сотрудники профильных ведомств рекомендуют родителям обращать внимание на изменения в поведении своего ребенка. В этих случаях самое верное поведение родителей, говорят эксперты, вывести ребенка на искренний доверительный разговор, не оказывая при этом давления. Если ничего не получается, то необходимо обратиться к специалистам – психологам.